Добрый день, коллеги! Меня зовут Бабицкая Елизавета. Я медицинский журналист. И сегодня бы я хотела поговорить про то, как и где искать медиков и экспертов во время эпидемии коронавируса. Ну и начнём с того, что нам нужно ответить на простой вопрос. Кто же вообще является экспертом? Особенно в нашем 21 веке, когда у нас существует свободный интернет и кризис-экспертиза. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала хотелось бы обсудить то событие, которому привела нас пандемия. Это к инфодемии, которая значит лишь одно. Это большое количество фейк-ньюс, большое количество каких-либо теорий заговора, которые появились на фоне эпидемии COVID-19. и продвигать инфодемию, в принципе, как бы могли. Обычные люди, которые из каких-то новостей придумывали какие-то гипотезы и строили теорий заговора, так, в принципе, наверное, и эксперты в какой-то степени, к сожалению. И тут уже нам нужно застронуть такое понятие, как кризис-экспертиза. Обычно, когда про него говорят, имеют в виду то, что сейчас благодаря безграничному, можно сказать, доступу к любой информации в интернете, любой человек может как-то узнать больше о какой-то тематике отдельной и посчитать себе экспертом, и начать просто, не знаю, предвигать свои какие-то гипотезы, свои какие-то мнения в интернете. Они всегда, конечно, верны. Часто про это говорят, когда вспоминают, например, проблемы вакцинации, того, как, например, в Инстаграме блогеры, общаясь между собой, опрашивают всё-таки, кому и как, и сколько, и нужно ли делать вакцины, и оперируют там своими какими-то, в кавычках, экспертными знаниями. И это, конечно, всех огорчает зли, поскольку часто приводит к тому, что движение антиприючников лишь укрепляет свои позиции из-за этого. Но когда мы говорим про кризис экспертизы, немаловажным будет вспомнить про кризис в среде действительно реальных экспертов, людей, которых мы привыкли считать экспертами ранее. Если говорить про эпидемию, то в основном это, наверное, всё-таки врачи. И, к сожалению, в России из-за того, что у нас есть всё-таки проблемы с медицинским образованием, у нас есть проблемы с обучением, с обучением уже во время работы, с каким-то апдейтом своей информации в голове, и с тем, что, в принципе, у нас всё-таки подход к доказательной медицине пока ещё не набрал обороты, так скажем. Поэтому всё-таки врачи не всегда обладают последним медицинским научным знанием, не всегда знают последние рекомендации. И поэтому часто, когда, например, они дают какие-то комментарии в СМИ или интервью, они высказывают какие-то ошибочные суждения, которые уже, в принципе, сейчас в мире, например, никто так не лечит, никто так не диагностирует, никто так скрининг не проводит. Но вот врачи, в принципе, считают, что это, раз в России так всё делают, то это нормально, и высказывают какие-то свои такие моменты. Поэтому во время инфодемии, когда возник жёсткий дефицит экспертов, когда, в принципе, все СМИ кинулись отписывать новости о коронавирусе, они также кинулись искать каких-либо экспертов-врачей, и не всегда они были качественные. Но, к сожалению, особенно журналисты, которые работают в зданиях общего профиля, не всегда способны оценить всё-таки, насколько эксперт действительно говорит правильные вещи. Да и, в принципе, пандемия, она всё-таки, как мне кажется, немного отличается от медицинской коммуникации в обычное время, так скажем, мирное время. Поскольку, во-первых, главные, конечно, особенности пандемии, это в том, что коммуникация медицины и коммуникация науки происходили в условиях полной неопределённости. Мы, в принципе, сейчас находимся на пике создания научного знания и медицинского знания, и поэтому даже хорошие эксперты часто просто не успевают следить за всей информацией, и часто они действительно могут высказать какую-то уже устаревшую информацию, даже просто из-за того, что всё настолько быстро обдейтится, что один человек просто не способен за всем этим следить, особенно сейчас, когда и, в принципе, у врачей очень много работы. Ну и на второй важной особенностью пандемии и медицинской коммуникации в это время являлось то, что медиа и эксперты, они, в принципе, сейчас играют очень важную роль в сдерживании распространения эпидемии, в том смысле, что они как раз-таки помогают поменять поведение человека. Именно медиа и эксперты по большей части высказывали все вот эти правила по социальному дистанцированию, самоизоляции, напоминали людям, как важно носить маски, если они больны, рассказывали, что делать, если ты чувствуешь себя плохо, к кому обращаться, на какие симптомы обращать внимание и прочее, прочее, прочее. Без этого было бы очень сложно сдержать пандемию и эпидемию, поскольку при отсутствии вакцины и лекарства все-таки методы карантина, они единственные, которые, в принципе, могли справиться с ситуацией. И еще раз, да, медиа и эксперты в этом сыграли не последнюю роль явно. Ну, конечно, кроме разницы, у нас есть какие-то похожие части, например, в принципе, эксперты и журналисты все так же, как и в обычное время, напоминали людям о каких-то базовых медицинских вещах, например, рассказывали про то, как справиться со стрессом во время пандемии, ну, так же, как, например, со справиться со стрессом во время, там, не знаю, какой-то тяжелой жизненной ситуации в обычное время. Рассказывали про то, почему важно не использовать антибиотики без назначения врача, поскольку там у нас существуют проблемы антибиотикорезистентности и, в принципе, очень важно использовать эти лекарства по назначению. Кроме этого, медиа рассказывали про то, как, например, вирусы распространяются, какие-то уже такие базовые научные больше знания про то, как создаются вакцины, например, и, в принципе, освещали всю новостную повестку, потому что людям в это время, конечно же, очень нужна была информация постоянная, новая, и это тоже было важной темой. Если говорить про то, как правильно доносить информацию, чтобы к ней действительно прислушались люди, то, наверное, нужно вспомнить про, наверное, таких три главных столпа. Это первое, наверное, это выбрать одинаковые сообщения. То есть не должно быть так, чтобы один эксперт в медиа говорил, что маски не нужны, другой говорил, что нужны, а один заверял, что это не страшнее грановируса, не страшнее гриппа, другой бы говорил, что нет, это очень страшно и опасно. И вот такой вот разброс в мнениях, конечно, плохо играет на том, как люди относятся к информации, к этой. Кроме этого, вот эти вот единые сообщения должны доносить лидеры мнений, люди, которым будет доверять общественность. И третье, наверное, это выбрать правильный канал коммуникации. Потому что если говорить про разные социальные группы, то, конечно, например, молодёжь, это больше мессенджеры или соцсети, или какие-то блогеры. А для людей старшего возраста, возможно, всё-таки телевизор, Ютуб или что-то из этого, Одноклассники, как социальная сеть. Опять же, лидеры мнений тоже, кого мы выберем. Понятно, что, скорее всего, в рамках пандемии в большей степени доверие есть к врачам. И поэтому, на самом деле, показатель, насколько, например, главный врач коммунарки приобрёл медийность, поскольку он, в принципе, управлял собой больницей, в которой как раз-таки и приводили людей с коронавирусом, в принципе, был как бы на фронте всех этих событий. Ну и переходить уже к практической стороне. Если мы говорим о том, что нам нужны лидеры мнений, которые, в принципе, будут высказывать какие-то более-менее отдельные, единые сообщения о ситуации, понятно, что это люди, скорее всего, которые следят за ситуацией, понимают, что происходит, не будут, не знаю, говорить, что имбирь и мёд спасут вас от коронавируса, или то, что нужно пить водку, поскольку она там, не знаю, выжигает просто вирус и прочее-прочее. Понятно, что это должны быть люди, которые, скорее всего, всё-таки разбираются в доказательной медицине, хотя она здесь, в принципе, не сказать, что прям настолько была важна, просто потому, что всё это научное знание получается именно сейчас. И, в принципе, тут главное — это примерно понимать, какие исследования проводятся, примерно понимать, что делают, какие медицинские рекомендации можно попробовать переложить на вот эту проблему, например, что-то связанное с заболеваниями лёгких и прочее. И поэтому, если говорить про то, как выбирать уже экспертов в России, наверное, и даже не только во время пандемии, ну, во-первых, это медийные врачи в хороших СМИ, которые, например, давали какие-то комментарии по поводу, не знаю, проблем с лёгкими, какие-то хорошие педиатры, которые говорили про лечение детей. Всё это можно было переложить и на коронавирус тоже. Ну, и, в принципе, можно и сейчас прикладывать на коронавирус. То есть, скорее всего, эти люди, они обдейтят информацию, по крайней мере, по своему направлению, именно в связи с коронавирусом, поскольку их пациенты, конечно же, ну, на них это тоже может повлиять, это болезнь. Ну, и, в принципе, скорее всего, эти люди, они больше разбираются в проблемах со временной медициной и знают, куда смотреть, где читать. И, скорее всего, если будут давать комментарии и вам уже по поводу пандемии, возможно, просто проапдейтят свои знания, они будут просто сказать своё мнение. Второй, возможно, вариант – это смотреть врачей-блогеров. В принципе, сейчас много врачей ведут свои аккаунты в Инстаграме, и это очень здорово, поскольку многие из них действительно очень качественные, очень интересные, очень полные и сразу показывают уровень врача. То есть человек ссылается на международные рекомендации, человек, в принципе, понимает о том, как ещё плюс к этому доносить информацию до людей, то есть он, скорее всего, будет говорить простым языком. И, в принципе, вы можете по его постам сразу понять, насколько он разбирается, насколько он заинтересован в том, чтобы обновлять свои знания. Третий вариант, наверное, – это врачи из больницы-клиник. Часто сейчас уже частные клиники, да и, в принципе, какие-то больницы государственные имеют свои блоги, имеют свои соцсети, где они выкладывают какие-то, может быть, даже интервью с врачами или даже какие-то отдельные статьи врачей, какие-то комментарии с ними. В принципе, можно, конечно, обратить внимание и на этот источник, чтобы оценить квалификацию врача. Но нужно быть аккуратным, поскольку сейчас всё-таки, особенно у частных клиник, часто за врачей тексты могут писать какие-то копирайтеры, журналисты, редакторы. И не всегда, на самом деле, врач видит даже эти тексты, возможно. И поэтому человек может, например, взять даже, журналист может взять в основу хорошие источники, например, зарубежных пациентских баз, а сам врач не будет этого знать и не будет являться как раз-таки человеком, который желает проапдейтить свои знания. И поэтому так можно напороться на не очень, наверное, всё-таки хорошего специалиста. Ну и кроме этого, можно, конечно, всегда самостоятельно как-то оценить врача, позадавать ему какие-нибудь вопросы, заранее просто изучить тему, о которой вы хотите у него спросить и посмотреть, насколько его ответы будут соответствовать тому, что пишут, например, какие-то крупные медицинские сообщества или о чём пишут в медицинских лайнах. Но опять же, если мы говорим про пандемию коронавируса, то, в принципе, то, что врач может не знать какие-то последние данные, это не так страшно, просто потому что всё менялось очень быстро. В принципе, наверное, это всё, что я хотела сказать. Спасибо за уделённое время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!